В Хабаровском крае, но точнее в виртуальном пространстве, начинает работать электронная запись к врачу через сайт госуслуги. Сегодня у нас в гостях Иван Киселёв, заместитель директора по IT-направлению Медицинского информационно-аналитического центра Хабаровского края. Здравствуйте. Добрый вечер. Иван, вот расскажите тогда, я вот, например, гражданин России, живу, например, в индустриальном районе, прописан там. Как мне попасть к врачу? Я даже недавно, зайдя просто в госуслуги, увидел, к какой поликлинике я, в принципе, прикреплён. Ну это же хорошо. Да, но если я хочу записаться к врачу, как мне это сделать? Ну, вы заходите на госуслуги, выбираете запись на приём к врачу, проходите... Простите, я вас приостановлю, у вас же презентация. Ну, давайте, наверное, сейчас переговорим и потом покажем. Хорошо, скажите, когда покажет. Да, хорошо. То есть вы заходите, проходите некую верификацию пациента, да, то есть это ваши ФИО, паспортные данные, СНИЛС и полис УМС. После того, как вы корректно это всё ввели, соответственно, вам уже покажут вашу медицинскую организацию по тому прикреплению, где вы прикрепили. Ну, вы знаете, в принципе, человек, у которого есть аккаунт на госуслугах, у него, скорее всего, уже забиты вот во все вот эти данные. То есть, соответственно, мне нужно, например, вот к хирургу попасть или к неврологу. Вот здесь как идёт? Ведь мы же, записываясь к врачу, обычно это делаем через терапевту, ведь терапевт у нас обычно назначает... Да, первичный приём, всё правильно, да. На текущий момент на госуслуги надо выкладывать 14 специальностей обязательных. То есть и в том числе и хирург, и терапевт, и педиатр, и психолог. Ну, все перечислять не буду, потому что их 14 штук, и я на память, к сожалению, все не помню. Но вообще для первичного приёма, для 14 специальностей, можно через госуслуги попасть. Я правильно понимаю, что теперь все вот разрозненные электронные очереди, которые были в наших разных поликлиниках, они теперь объединены в одну? Да, мы стараемся, конечно, объединить, чтобы это было централизовано через госуслуги, чтобы люди, которые хотят и любят ценить своё время, да, что хотят, ну, получить талон, по времени пройти и получить услуги. Для наших зрителей это очень важная тема, потому что очень часто нам писали, что не могут попасть к такому-то специалисту, и вот каждый раз ходить неудобно, а электронная очередь работала не всегда. А теперь, ну, эта система уже заработала, или она пока отлаживается? Да, конечно, она заработала. У нас хорошие показатели, то есть у нас в три раза, по сравнению с предыдущими кварталами 2021-2022 года, презентацию, да, если нужно. Да-да, давайте покажем презентацию. Да, давайте покажем, у нас есть подготовленные кадры. Да, подготовили презентацию, мы посмотрим. Угу. Здесь описаны все этапы, да, как непосредственно записаться, вот в два раза... А, ну, информация, да? Тут как раз информация по статистике, которую мы подготовили, то есть по динамике, что сейчас пользователи гораздо успешнее записываются на прямую точку. 78 тысяч записей, это прилично. Это хороший результат, я считаю, что это... Ну, то есть за госуслугами скрывается большая команда, которые и разработчики из Москвы, и наши региональные, которые стараются дать возможность людям, ну, дистанционно записаться в врачу. Ну, я смотрю, в основном до 35, вот 35-45 лет, скорее всего, записываются. Ну, да, там у нас периоды идут, очень часто записывают детей, это где-то с рождения по, ну, где-то 10 лет ребенку, и, соответственно, уже потом есть небольшой промежуток, и, ну, когда люди осознают, что уже надо следить за здоровьем, 25 и 40. То есть есть случаи, когда записывали в возрасте 98 лет пациента. Ого, серьезно. Но вы знаете, безусловно, вся система единоразово не может заработать идеально. Идеально. Понятное дело, что, как говорится, ее всегда нужно допиливать, что-то доделывать. Вот если говорить о Хабаровском крае, ведь это территория от Бекина и до Арки и в Охотском районе, вот северный район особенно, понятное дело, что в городах работает хорошо. Что касается отдаленных населенных пунктов. Да, что касается, очень хорошо работает в Хабаровске и в Комсомольске. Мы сейчас стараемся, чтобы это можно было реализовать, ну, технически это можно реализовать. Вопрос только сейчас организационный. То есть это возможность записаться в фельдшерско-кушерские пункты, в Тугуру, Чумикан, в северные районы. И, соответственно, когда мы урегулируем все вопросы бюрократические, да, и кадровые, обязательно будет такая возможность. Ну, то есть все жители Хабаровского края будут иметь такую возможность. Конечно, конечно. Теперь самый сложный, ну, по крайней мере, для наших зрителей вопрос. Если в поликлинике, в которой они прикреплены, нет того или иного специалиста, он через госуслуги может записаться в другую поликлинику? Либо это вот вопрос подчинения? Нет, это не вопрос подчинения, это вопрос большей логики. То есть он должен прикрепиться к другой медицинской организации, его данные корректно внесут в ту медицинскую организацию, и, соответственно, на этапе ввода данных ему отобразится после прикрепления уже другая. Ну, в принципе, это возможно, да? Конечно, конечно. Мы сейчас работаем, чтобы менять прикрепление населения можно было через госуслуги. Ну, вы знаете, очень часто ведь идут, все вроде бы устраивает в поликлинике, да, вроде бы все хорошо, но вот хочется попасть к конкретному специалисту, у которого, ну, определенная репутация, вот это сделать сейчас через госуслуги пока нельзя, да, насколько я понимаю? Нет, конкурентные слоты, медицинские организации сами решают тех врачей, которые их им выкладывают. Понятно, что есть 14 специальностей обязательных, которые необходимо выкладывать, но узкие специальности, к сожалению, пока не все выкладывают. Ну, сами понимаете, нагруженность врачей, большое спасибо, что они вообще ведут цифровизацию. Ну, я по себе знаю, что госуслуги очень удобно, я практически все свои проблемы связи с государством сейчас решаю, и налоги, и штрафы. Ну, я уже забыл, когда в последний раз в госорганах был, как-то вот все чисто в услуге решается. Но, с другой стороны, люди не обязаны там регистрироваться пока, по крайней мере. А если человек не хочет там регистрироваться, он может записаться к врачу через интернет? Ну, он может позвонить, у нас есть служба, работает 122 в крае, где, в принципе, он может оставить заявку, и специалисты службы 122 его запишут. Вы знаете, я в свое время помню, но это еще было лет, наверное, 10 назад, когда я пытался поставить машину на учет, что-то вот слоты свободные закончились, что-то еще, что-то они очень быстро распределялись. Вот здесь, если возникает вопрос, если ты заходишь и видишь, что слотов свободных нет вдруг, или что-то еще случилось, можно ли пожаловаться куда-то, чтобы эту информацию проверили? Конечно. То есть, еще раз повторю, что слоты выкладываются медицинскими организациями самостоятельно, потому что они регламентируют, и они понимают, какие специалисты... Это какая-то доля, да, идет? Конечно. У нас сейчас в рамках пилота 60% времени врача-специалиста, да, должно уходить через электронную запись. То есть, пока это только анонсируют, да, ну, я думаю, что в скором времени это уже появится. Но, знаете, еще такое... И количество слотов, я сейчас закончу, да. Да, и количество слотов, оно увеличится, и, соответственно, будет больше возможности записаться через интернет. Вот вы знаете, мне, вот с моей точки зрения, это абсолютно удобно. Мне не нужно идти в регистратуру, стоять в очереди, звонить, и дозвонишься, не дозвонишься. Я вижу, вроде бы забиваю, значит, нужное время, и уже его планирую заранее. Это удобно с точки зрения пациента, с точки зрения врачей, с точки зрения клиник. Ведь мы прекрасно помним вот эти вот карточки, которые в картотеке. Насколько охотно в самих поликлиниках, вот на местах идут к присоединению к этой огромной системе? Идут, идут, стараются, по крайней мере, просто мы понимаем, что цифровизация коснулась очень быстро, что надо было очень быстро переосмыслить какие-то старые шаблоны, когда вот работы, когда врачи работали. Ну, идут, электронные медицинские карты оформляются, документы электронные оформляются, поэтому с этим проблем пока нет. Так, насчет высоких технологий. Уважаемые зрители, я сказал, что через WhatsApp можно писать сообщение, пока у нас не заработал после грозы телефон. Но это не значит, что на WhatsApp надо пытаться позвонить. Мы все равно не ответим. Пожалуйста, пишите. Вот вопрос передаю, который правильно написали. Если я запишусь в Хабаровскую больницу через госуслуги из другого региона, я сам живу в ЯО. Кстати, тоже интересно, можно ли записаться. Ну, действительно, у нас все граждане Российской Федерации, не все живут по месту прописки. Но так случилось. Но если он фактически находится... Очень много хабаровщан фактически живет в Преамурском. Ну, вопрос понятен. На текущий момент логика системы не предусматривает запись других субъектов и других регионов, потому что это нарушение. 45-66-45. Потому что в каждом регионе... Ну, конечно, конечно, СОЯ в базе прикрепления. Ну, в будущем, возможно, их объединят. Ну, я надеюсь на это. Да, 45-66-45. У нас заработал телефон. Если есть вопросы, обязательно звоните гостю на ваших экранах номер телефона. Но вот как раз-таки, если человек в другом регионе, он ведь может открепиться, да, у себя там прикрепиться? Да, конечно, прикрепиться в Хабаровске. То есть, ну, насколько я помню, раз в год можно менять прикрепление. Так, более сложный вопрос. Я понимаю, что это, наверное, не по теме разговора сегодняшнего. Если человек живет где-нибудь в труднодоснутом районе, и вот как бы он не записывался через госуслуги, но вот рядом с ним нет нужного специалиста. Ведь, насколько я знаю, вот сейчас решается вопрос, чтобы консультации могли давать онлайн? Это телемедицинка? Да, это телемедицинские консультации. Действительно, мы сейчас работаем над тем, то есть у нас осталась бюрократическая работа, да, когда подготовить врачей к этому виду деятельности. Да, мы сейчас развиваем очень плотно телемедицинские консультации, чтобы пациент мог дистанционно получить какой-то диагноз, заключение, ну, как минимум первичное. Правильно я понимаю, что человек может обратиться за консультацией по месту жительства, например, к терапевту. Терапевту у нас, слава богу, есть везде. И как раз уже дальше подключать специалиста из Хабаровска, да, например, чтобы в дальнейшем... Насколько долго этот процесс происходит? И вообще кто решает? Вот будет телемедицинская вот как раз помощь или нет? Ну, телемедицинская помощь будет, такая практика идет по всей стране, поэтому мы тоже субъект, который стремится закрыть все эти показатели для нас. Соответственно, ну, сложно сказать, кто решает, кто не решает. Люди решают. Так, у нас телефон. Ирина, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если в поликлинике нет нужного специалиста, например, лора в 10-й нет, куда я могу обратиться? Ну, вот о чем мы, да, собственно, и говорили. А тут, видимо, даже городская поликлиника. Надо перезаписаться... Да, сделать переприкрепление к другой медицинской организации. И, соответственно, если мы говорим про сервис госуслуги, то, соответственно, да, мы перезаписываемся, меняем свое место прикрепления и уже записываемся по направлению к тому специалисту. По моему опыту скажу, что это достаточно легко делается. Ну, ничего сложного. И, тем не менее, вот пришло сообщение, хочу сказать, что иногда, иногда невозможно записаться к врачу через госуслуги, и поэтому приходится заводить на номер телефона поликлиники. Но, видимо, потому что система только начинает работать. Бывают еще сбои, да? Ну, конечно, бывают технические сбои. Мы слишком удаленно находимся от серверов, ну, технически скажу, серверов вот этого сервиса госуслуг. И, соответственно, бывает, конечно, запрос-ответ задерживается. Поэтому, ну, я рекомендую просто еще раз попробовать записаться. Либо на 122. Либо позвонить на 122, где, в принципе, люди помогут. Я думаю, успеем еще один звонок принять. Николай нам дозвонился. Николай, добрый вечер, вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Комсомольственного мырия Николай Юрьевич Толстоногов. Вот проблема запереть через госуслуги, это невозможно сделать вообще. Если раньше, допустим, я мог записаться 22-го, 21-го, 23-й год записаться к врачу невозможно, потому что вот у нас написано в 5-й поликлинике, запись врачу только через госуслуги, но это мы не смогли сделать вообще, потому что записи нет, недоступно записи нет. Извините, я недавно записался, я просто... Но я думаю, что мы как раз передрисуем вопрос гостя по 5-й поликлинике в Комсомольске-на-Муре, я думаю, что вы разберетесь с этим. Нет, конечно, конечно, мы посмотрим, потому что мы отслеживаем каждую запись, мы видим каждого пациента и на каком этапе у кого происходят ошибки. То есть мы это, конечно же, отслеживаем и, соответственно, от этого уже принимаем какое-то решение, что может помочь нашим пациентам. Ну, соответственно, если что-то не работает, куда лучше обращаться? Ну, если, допустим, сервис по каким-то техническим причинам не работает, да, с той или иной стороны, конечно, лучше обращаться в регистратуру медицинских организаций, либо по номеру 122. Там как минимум первично помогут записаться. Я хочу вспомнить, когда появились QR-коды, да, как будто в прошлой жизни это было. Так вот, тоже сначала все ругались, не работает, невозможно получить, но прошло несколько дней, все заработало. Ну, любая техника, даже телефон после грозы, ему надо время, чтобы заработать, да? Да. Спасибо. У нас в гостях был заместитель директора по IT-направлению медицинского информационно-аналитического центра Хабаровского окрая Иван Киселев. Продолжение следует...